Боевая машина десанта 3 Любая война – это всегда катализатор работы конструкторской и инженерной мысли Боевые действия советских войск в Афганистане не стали исключением Именно в ходе Афганской войны выяснилось, что надежные и проверенные БМД-1 и БМД-2 имеют ряд принципиальных недостатков Прежде всего стало ясно – нужна более просторная двухместная башня, в которой, помимо наводчика-оператора, смог бы разместиться еще и командир Кроме того, оказалось, что из-за малой массы при определенных углах поворота башни во время стрельбы из 30-мм пушки корпус машины сильно раскачивался Устранить все эти недостатки путем модернизации БМД-2 не представлялось возможным Двушка уже исчерпала все свои резервы В середине 80-х годов специальным конструкторским бюро Волгоградского тракторного завода под руководством главного конструктора Шабалина была разработана новая боевая машина десанта В 1990 году, после испытаний и доводки, она была принята на вооружение советской армии под обозначением БМД-3 Основное отличие от предыдущих типов боевых машин, от БМД-1 и БМД-2, это, соответственно, больше места в машине Удобнее при загрузке боеприпасов, удобнее при наблюдении за полем боя и ведении огня Соответственно, меньше времени теряется на загрузку, больше времени уделяется за наблюдением за полем боя и ведением огня по противнику БМД-3 стала качественно новой боевой машиной крылатой пехоты Способной десантироваться как посадочным, так и парашютным способом Причем впервые со всем экипажем внутри Это позволяет в случае необходимости вступить в бой сразу же после приземления Броня тройки значительно толще, чем у боевых машин десанта первой и второй модификаций Механик-водитель располагается в центре передней части корпуса Вместо привычных тракторных рычагов удобный штурвал Справа в броневом листе корпуса на шаровой установке закреплен пулемет калибра 5,45 мм А слева 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 В боевом отделении БМД-3 установлена просторная двухместная бронированная башня По конструкции аналогичная башня БМП-2 В ней смонтирована 30-мм автоматическая пушка Которая стабилизирована в двух плоскостях и может вести прицельную стрельбу на ходу С пушкой спарен пулемет ПКТ калибра 7,62 мм Благодаря двухканальному прицелу стрельбу может вести как наводчик-оператор, так и командир машины Для борьбы с танками БМД-3 оснащена противотанковым управляемым комплексом «Конкурс» и четырьмя «Птурами» Комплекс позволяет эффективно поражать бронированные цели на расстоянии до 4-х километров В задней части башни установлены два трехствольных дымовых гранатомета «Туча» Боевое отделение «Тройки» герметично В случае применения оружия массового поражения экипаж надежно защищен Комплекс вооружения, система управления огнем гораздо проще и удобнее ремонтируется Силовая установка работает на дизельном топливе, на бензине Соответственно, в боевых условиях наиболее пригодная машина Можно проводить компьютерную диагностику боевой машины Соответственно, выявлять неисправности и устранять недостатки Естественно, это меньше времени по сравнению с предыдущими бросами боевых машин «Тройка» получилась довольно тяжелой Однако, 13-тонная машина весьма быстроходна При движении по шоссе она развивает скорость до 70 км в час По бездорожью до 45 Особое внимание разработчики уделили повышенной плавучести новой «БМД» На ней используются опорные катки с замкнутыми воздушными камерами И мощные водяные помпы, которые откачивают воду из корпуса Два водометных движителя, расположенные в кормовой части Позволяют развивать на воде скорость до 10 км в час При этом машина уверенно держится на плаву при волнении до 4 баллов «БМД-3» способна десантироваться с кораблей ВМФ на воду и грузиться обратно Несмотря на все неоспоримые достоинства, век «Тройки» оказался недолог На смену ей в воздушно-десантные войска уже стала поступать современная и лучше вооруженная «БМД-4» А все «БМД-3» будут модернизированы до уровня новой машины